А вы знаете, что такое сливки? Все, кто знает, кирают головами. Кто не знает, тот сейчас узнает. Дорогие друзья, встречаем дружными аплодисментами Журавиль Алена и ее мастер-класс. Добрый день! Меня зовут Алена, как меня уже любезно объявили. Я сертифицированный слингоконсультант всей Украинской Ассоциации Слингоконсультантов. Также я дважды слингомама. Со мной сегодня на фестиваль пришел мой младший сын. Ему 8 месяцев. Как видите, он очень даже с удовольствием ездит и за спиной на маме, и спереди на маме. Ключевое слово «на маме». Что такое слинг? Кто знает? Поднимите руку. Ну, в принципе, не очень много человек, я смотрю, знает. Что такое слинг? Это отрез ткани определенного плетения. Что значит определенного? Он тянется исключительно по диагонали и дает возможность маме носить малыша легко, с удовольствием, красиво, стильно. При этом мамины ручки, мамина спинка совершенно не устоит. Слинги бывают разные. Бывают спинги шарфы. На мне сейчас намотан шарф в размере 6. Бывают также слинги с кольцами. Вот видно. Здесь у нас колечки прикрыты. Танечко их можно показать. Малыш у нас куколка. Малыш у нас здесь располагается горизонтально. В чем особенность именно в слингах? Это в положении малыша. Малыша можно носить горизонтально. Спиночка малыша хорошо поддерживается тканью. Есть сразу покорми, незаметно малыша. А также малыша можно располагать вертикально. То есть на бедре, за спиной или спереди. Отличие вертикального положения в том, что ножки малыша широко разведены. Он у нас там не сидит. Он плотненько прижат к маме тканюшкой, как если бы мама носила его на ручках. Я предлагаю на куколке попробовать это. То есть вот у нас куколка располагается, тканюшкой придерживается. И эта вся тканюшка затем плотненько подтягивается. И мамины ручки остаются свободны. И маме легко, красиво и удобно. Любая наводочка в шарфе у нас начинается с поиска меточки середины. Здесь это такая зелененькая вирочка. Как часто вы носите? На бедре или спереди? Как вам удобно? Давайте тогда попробуем намоточку на бедре. Намоточка будет называться «вес на бедре». Берите шарфы. Малыша можно пока отпустить. У вас уже ходуночек. И размещаем, собираем камешку в руках и ложим себе на плечо. Так. Теперь два свободных конца берем, перекрещиваем. Еще раз перекрещиваем, потому что шарфик длинный. И здесь сбоку будем завязывать. Единственное, что нужно будет делать, когда тем, как завязывать, оставить здесь достаточно места. Так. Стоп. Так. Да, в этот клетку будет пообещаться малыш. Сейчас мы посмотрим. Малыш уже взрослый. Малышка. Хочется сказать, что скоро в Украине будет проходить неделя свинхоношения. И в рамках этой недели по всей Украине будут бесплатные мастер-классы. Очень много по свинго. И он будет в том числе в магазине Баргаритки. Комната Комсомольской, 48. Будет проводить Алена. Тема мастер-класса будет за свинное свинхоношение. До родовой и после родового подвязывания свинга. А также отношения новорожденных деток. Алена-класса будет очень много намоток. То есть на одном шарфе можно сделать больше 10 намоток. Они могут быть вертикальные, горизонтальные, любые. А вот уже и упакованная малышка и мама счастливая. Вы носили в слинге? Как ощущения? Легко. Очень легко. Руки свободны. Малышка сидит рядом с мамой. Очень комфортно. Начинать носить можно не только новорожденного. Можно начинать уже и подросшего малыша. Потому что все мы знаем, когда мама уверена и спокойна в том, что мама делает, Малышу передается эта уверенность и спокойствие. И Малыш тоже с удовольствием будет делать то, что делает мама.